Поступление это не просто самый напряженный момент в жизни любого человека, окончившего школу, но и самый ответственный. Ведь на этом этапе многое зависит от самих абитуриентов. Чтобы не оказаться в сложной ситуации и превратить монотонный процесс ожидания в незабываемый опыт, на площадке проекта КФУ Life в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялась встреча с представителем приемной комиссии Казанского федерального университета, где будущие студенты, а также их родители смогли задать вопросы, касающиеся поступления в ВУЗ. Кроме того, на встречу также были приглашены выпускники Казанского федерального университета Булат Ханов, Регина Фасхеева и Айнур Елилов. В целом, наверное, такая встреча больше профориенционная для того, чтобы ребята, которые планируют поступление и в дальнейшем уже задумались о своем профессиональном развитии, смогли получить информацию от представителей ВУЗа и от гостей ВУЗа, которые смогут, можно сказать, в доступном и в удобном формате донести это до абитуриентов, возможно, уже до студентов, кто будет просматривать наш сегодняшний фильм. На встречу поднимались разные вопросы, начиная от конкретных задач, которые стоят перед абитуриентами, заканчивая сомнениями и переживаниями будущих студентов. У уже окончивших КФУ выпускников спрашивали о том, что им пришлось преодолеть, когда стены ВУЗа перестали защищать их от проблем взрослой жизни. Они также рассказали о своем опыте поступления, выборе профессионального пути и студенческой жизни. Помимо этого, с небольшим дополнением выступил Александр Бибик, который в подробностях описал все тонкости зачисления в 2023 году. В этом году, ну, наверное, я, вернее, всегда стараюсь придерживаться того, что особенности приемной кампании, они все-таки для работников приемных комиссий и для ВУЗов. А для абитуриентов этого года это новая приемная кампания. В этом году приемная кампания Казанского Федерального Университета не удивляет абитуриентов глобальными изменениями. Однако нововведения все же есть. Поступление будет происходить в одну волну, а не как раньше в несколько. Кроме того, инновации коснулись и способа подачи документов. В этом году будущим студентам необходимо будет правильно расставить приоритеты при выборе ВУЗа и направления, основываясь на которых абитуриенты и будут зачислены. В рамках этой приемной кампании это поступление в одну волну, это предоставление оригинала документа в ВУЗ, если документы подаются очно либо через систему ВУЗа. Если документы подаются через систему государственных услуг, через сервис поступив ВУЗ онлайн, то оригинал документа ставится в виде отметки через личный кабинет. Ну и, соответственно, это самый важный момент, это система приоритализации. Абитуриент при выборе направлений должен расставить приоритеты, в рамках которых он планирует быть зачисленным, и тем самым приемная кампания ВУЗа будет его и зачислять. Несмотря на особенности и сложности приемной кампании, переживать все же не стоит. Главное – это правильно выбрать направление, основываясь на своих планах и мечтах. Вся основная информация находится на сайте Казанского федерального университета в разделе «Приемная комиссия», где каждый абитуриент сможет найти для себя ответы на нужные вопросы. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюз.